Старики 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 Герасимов Михаил Михайлович спустился в Мавзолей и начал вытаскивать доски, крышки этого гроба. Отдавал, его клали аккуратно там. Какой-то запах пошел, непонятно, какой-то аромат был. И потом лежал какой-то могущественный человек, великий полководец. Он производил такое впечатление, что это действительно великий человек, большой человек, высокий. Он, наверное, был где-то метр восемьдесят, метр девяносто. И голова была вот такой. Через несколько мгновений ученые осторожно, словно драгоценность, передавали из рук в руки большую берцовую кость. Коленная чашечка правой ноги была повреждена в результате ранения. Сомнений не было. Останки железного храмца найдены. Герасимов представил еще одно доказательство. Патологию седьмого шейного позвонка, общую для всех захороненных в буром мире. Стало ясно, загадка усыпальницы разгадана. В Мавзолее действительно похоронен Тимур и его потомки. Цель экспедиции была достигнута. Айни начал кричать. Говорит, ура! Чтобы я был прав, мои предположения оправдались. Семенов сидел спокойно, говорил, я с тобой спорил, потому что книги написаны. Вот. Работали 21 июня до вечера. Уже затем на вознеможении отправились в гостиницу. Несмотря на усталость, вся группа была возбуждена. Вместе с директором ташкентской киностудии Николаем Кимом бурно обсуждали пережитое за этот день. По радио шли сообщения о том, что советские ученые нашли гробницу Тамерлана. Начали ловить приемник. У Кима был вот такой приемник. Начали слышно на разных языках. На английский, на французский, на немецкий. А Ким немножко знал английского языка. Он стал бледным. Игорь Шедникович, начался гид войны. Гитлер напал на Советский Союз. И мы просто настолько растерялись со съемочной группой. А Айни, дом Айни, который погнал этих людей, сидел, как мышь, молчал. Даже ни слова не сказал. Я говорю, Николай Алексеевич, давай ты Корнязову позвоню. Давай. Позвонили мы ему. Разбудили. Я говорю, храка. Он говорит, да. Началась война. Как? Корнязову же позвонил Усмаги Супу. Тот сказал, закрой ты экспедиции, возвращайся в Ташкент. Наспех экспедиция завершила работу. Останки тимуридов отправили в Москву. С тяжелым сердцем уезжая из Самарканда, Малик Каюмов тут же принял решение пойти на фронт. Его призвали в качестве военного оператора. Перед отправкой Малик рассказал о пророчестве председателю Компартии Узбекистана Усману Юсупову. Он Корнязову вызывал к себе в кабинет и выдал ему. Почему ему не доложили? Корнязов оправдывался. Я думал, говорит, что не передавать к этому большое значение и так далее. Неважно, раз люди пришли, раз уже было, надо было мне об этом доложить. Но и сам Усман Юсупов так и не решился сообщить в Кремль о проклятии гробницы. А Малик уже через несколько дней ехал с ополченцами в военном эшелоне. Его не покидало чувство сопричастности к началу этой повсеместной трагедии. Он решил во что бы то ни стало добиться встречи с кем-нибудь из высшего руководства страны. И сразу я попал на Калининский фронт. Мы долго-долго стояли под режимом. В один из дней он услышал о том, что поблизости находится ставка командующего фронтом Георгия Жукова. Каюмов не мог упустить такого случая. Он принял у себя блиндажи под землей. Очень принял хорошо. Даже угостил чаем. И говорит, что вы действительно снимали это за раскопкой гробницы Тимуриду? Я говорю, да. Расскажите мне подробно об этом. Я ему все подробно рассказал. Об этой истории, об этих трех стариках. Я говорю, советские солдаты в армии, я говорю, не побеждают. Надо его перезахоронить. Рассказав Жукову эту историю, Малик осмелился попросить Георгия Константиновича дозвониться до товарища Сталина и доложить ему о пророчестве Тамерлана. Жуков отнесся ко всему очень серьезно и пообещал поговорить со Сталином. Под Оржевом Малик снимал самые страшные кадры боев и отступлений. Вместе с другими операторами лез под пули. Пытался как мог остановить эту войну, ни на минуту не забывая о пророчестве, услышанном в Самаркандской экспедиции. С августа 1941 по октябрь 1942 года останки Тимуридов находятся в Москве. Антрополог и скульптор Михаил Герасимов выполняет правительственное задание по восстановлению облика Тамерлана, его сына и внука. Первый этап подготовительный и самый сложный. Тщательно вымеряется каждая особенность черепа. В соответствии с костным рельефом создаются слепки мышц и деталей лица. При работе над каждым образом Михаилу Герасимову приходится изготавливать более 400 миниатюрных макетов. Череп одевается мускулатурой. Сначала на черепе восстанавливается височная мышца и жевательная мышца. И вот эти две мышцы, они крупные мышцы, они образуют, как бы сказать, овал, абрис лица. Делается круговая мышца рта. И потом делаются детали лица. Значит, вот, глазное яблоко, которое вкладывается в глазницу. Профильный рисунок носа. Лепилась всегда так, одна половинка лица. Потом у нее проверялась другая. Отец называл вот именно это документальным портретом маской. Руководство Академии наук требует от Герасимова как можно быстрее завершить работу. Михаил Михайлович перевозит все исходные материалы к себе на квартиру и трудится круглосуточно. Вообще, отец работал всегда, и это было так тихо и незаметно. Где-нибудь или на кухне, или в комнате, на коленях. Вот это лепилась, это голова, это волопытно. В августе 42-го года военная обстановка резко ухудшилась. Потерян Крым. Противник начал стремительное продвижение к Волге. Возникла угроза потери Кубани и всех путей сообщения с Кавказом. Важнейшим экономическим районом, снабжавшим нефтью и продовольствием армию и промышленностью. В сентябре под Сталинградом идут тяжелейшие бои. Шанс победить в которых кажется невозможным. В октябре 42-го года Малику Каюмову удалось вновь побеседовать с командующим фронтом Жуковым. Своё обещание Георгий Константинович выполнил.